Так как Dota 2 по своей части была переделана из Dota All Stars, то и львиная доля контента так и не попала в игру. А сегодня я хотел бы вам рассказать о неизданном контенте. Перечислен только официальный контент, подтверждающийся в клиенте игры. Поскольку разработка Dota 2 в основном носит секретный характер, вопрос о том, будет ли выпущен предмет или функция, является весьма спорным. Хотя он уже никогда не будет выпущен. У микрофона Влад впадлу, и мы начинаем. Лагерь Дракенов был бы древним лагерем нейтральных крипов. Он содержал бы одного стража и двух оружейщиков, и давал бы в общей сложности 300 xp и 250 голды. Лагерь нейтралов был портирован, но не был выпущен в Dota 2. А в патче 7.0.0 Дракены полностью устарели, а их игровые файлы были заменены на фиолетовых уродов, которые всех ненавидели, которые, кстати, были тоже удалены. В оригинальной Dota древний Дракен Страж был известен как волшебник синего Дракена, а древний Дракен Оружейщик был известен как надзиратель синего Дракена. В патче 7.0.0 все следы лагеря Дракенов были заменены лагерем бродяг, о которых я уже сказал. Помимо здоровья, брони и базового времени атаки, все характеристики хищников на момент их выпуска были идентичны с характеристиками Дракенов. Достижения Достижения – это внутриигровые задачи и цели, которые позволяют игрокам быть вознаграждены за особые действия во время игры. В Dota 2 нет достижений Steam, но в файлах игры есть свидетельство о 14 достижениях. Эта система никогда не была реализована и вряд ли когда-нибудь будет выпущена с учетом системы испытаний в боевом пропуске и Dota+. Она представляла собой достижения для конкретных героев, а также общие достижения игроков. Также я покажу вам самые интересные косметические предметы, которые могли выйти в то время. Вот такой эффект мог бы быть на Винтер Виверну. Это была Аймортал шмотка для 16-го инта, и должна она была менять третий спелл и строить вокруг игрока ледяной замок. Тайт мог бы получить чуть ли не аркану-персону в стиле косатки, но был отменен для выпуска по проблемам с концептом предмета на то время и несоответствием цветовой гаммы. Я хотел бы передать всем привет от Урсы, точнее от его сета. Когда все сеты выглядели примерно так и даже не меняли силуэт героя, ковбой Урса никого тогда не смутил. Кунка и набор Норвежский Король, который к слову является арканным предметом и был готов к выпуску еще в далеком 2014 году. На дотовике он так и отображается как в ожидании, но как я понял он так и остался на полках доты и хранит на себе пыль уже как 7 лет. Интересная шапка на Кунку с измененным эффектом телепортации. Эдмираллс Про – предмет части комплекта для персонажа Кунка. Полагалось, что данный предмет должен был изначально изменять анимацию телепортации. Однако он был удален из игры. Несмотря на это, остальные части набора могли выпасть после игры случайным образом. На этом у меня все. С вас лайк, с меня контент. До новых встреч.